Наталья Баширова работает в бригаде скорой помощи уже 16 лет. Но в таком напряженном ритме, как в период пандемии, до этого не приходилось трудиться ни разу. Рассказывает, почти каждый вызов, когда человек жалуется на кашель и температуру, это подозрение на коронавирус. А значит, постоянно приходится носить защитный костюм. Сейчас количество заболевших коронавирусом снижается, что отражается и на нагрузке врачей скорой помощи. Изменилась маршрутизация, для нас это было достаточно необычно. В первое время по ковидным стационарам тоже были некоторые накладки. Мы достаточно быстро все втянулись, достаточно быстро работу наладили. Информация у меня смогла в течение часа, в какой стационар мы везем, по тяжести, по сопутствующим заболеваниям. Все было достаточно для нас необычно, ново. Все привыкли, все втянулись. Осенью прошлого года возникла потребность в увеличении бригад скорой помощи. На ситуацию немедленно отреагировал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Их число увеличилось на 20 экипажей. Поступают на службу в скорую и новые авто. За три года парк автомобилей полностью обновился. Сейчас дефицита автотранспорта на Самарской станции скорой медицинской помощи нет. Вызовов ежедневно в общем исчислении около 1000-1100 обслуженных, обращений около 3000. Можно по телефону проконсультировать, все прекрасно сейчас понимают. Кадровый дефицит есть везде и практически везде. У нас он тоже имеется, но мы над этим работаем. Сейчас две группы фельдшеров к нам зашли досрочно. Я благодарен ребяту и Коле Жулябинскому. То есть 22 человека мы взяли. Вот это вот действительно золото. Это то, что нам необходимо. Облегчить работу медиков в условиях пандемии может каждый. Для этого нужно сделать прививку от коронавируса. Записаться на нее можно по телефону горячей линии 122 или через сайт госуслуг. Мария Леевна, Никита Колосов, Григорий Плешаков. События.